Добрый вечер! Это 26 серия проекта «Намедни 1961-1991. Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни». То без чего нас невозможно представить, еще труднее понять. Очередной год, очередная серия. Сегодня 86 год. Советский фонд культуры, погиб Челленджер, Москвич 2141, Модерн Токинг, к 2000 году отдельную квартиру, убит Улов Пальме, гласность, комиссар Катани, борьба с нетрудовыми доходами. Комментаторы. Актриса Татьяна Друбич, политолог Сергей Караганов. Год начинается с невиданной акции. По взаимной договоренности Горбачев и Рейган обращаются с новогодним поздравлением к народам Соединенных Штатов и Советского Союза. Рейган – первый иностранец, официально в программе «Время», приветствующий нашу страну в день ее любимого праздника. Добрый вечер, я Рональд Рейган, президент Соединенных Штатов Америки. Я очень рад, что могу обратиться к вам по случаю Нового Года. Рейган говорит как телепроповедник. Нашим зрителям такое в новинку. Для нас священная истина, что каждый человек – это единственное в своем роде творение Божье с его особыми талантами, надеждами и чаяниями. Горбачев говорит, что такое начало года – доброе предзнаменование. Он демонстрирует пристрастие самого читающего народа к американской литературе, перефразировав название романа Стейнбека «Зима надежды нашей». Надежда оправдается не вполне. На очередной советско-американской встрече на высшем уровне в Рейкьявике Горбачев предложит вдвое сократить все виды стратегических ядерных вооружений. Рейган поначалу даже обрадуется, но потом, как утверждают, испугается какого-то подвоха и соглашение сорвется. Комета Галлея, приближаясь к Земле раз в 76 лет, приносит с собой беды и несчастья. Считается, что это когда-то она погубила Атлантиду, а перед своим последним визитом послала на Землю Тунгусский метеорит. В 86-м году 30-е свидание с кометой Галлея. Прогнозы про беды и несчастья подтвердятся. Год будет на них богатый. К свиданию 86-го года земляне готовятся заранее. Еще в декабре 84-го стартуют советские межпланетные станции «Вега-1» и «Вега-2». Они подлетят сначала к Венере, а потом к комете Галлея. В марте 86-го, когда комета 170 миллионов километров от Земли, космические аппараты проходят в 9 тысячах километров от летящего ядра, и астроном наконец удается рассмотреть его в облаках космической пыли. Фотографии публикуют издания всего мира. Говорят, что комета похожа на рыбью голову с красным глазом. Кроме наших межпланетных станций, с пришельцами встречаются европейский космический аппарат и два японских зонда. Американские приборы для наблюдения за кометой Галлея должны отправиться на борту многоразового космического корабля «Челленджер». В лучших традициях коммерческого кино после обвального успеха телесериала «Цыган» режиссер Александр Бланк снимает четырехсерийное продолжение с предсказуемым названием «Возвращение Будулая». Клара Лучко и Михай Волонтир Немногословные герои романа «Немолодых людей». История зрелой любви донской казачки и цыгана-кузнеца. На фоне комплексующих городских героев современного кино Будулай – единственный настоящий мужчина. Сильный, смелый и благородно сдержанный среди нытиков и хлюпиков. Ровно через 30 лет после 20-го съезда, положившего конец сталинской эпохи, 25 февраля 1986-го открывается 27-й съезд КПСС. Важнейшие слова политического обихода – гласность и демократизация. Доклад Горбачева посвящен совершенствованию социалистической системы, чего нет без гласности – советской меры свободы слова, и демократизации – меры демократии. Слово «гласность» без перевода – «гласност», повторяет весь Запад. Международная часть доклада – про то, что политика противоборства не имеет будущего. Программные требования партии к нашей внешней политике. Поздно вечером 28 февраля 1986-го года мировые агентства передают – в Стокгольме убит премьер-министр Швеции Улов Пальме. Неизвестный стрелял в премьера, когда тот шел с женой из кинотеатра к станции метро. Хотя место людное, нападавшему удается скрыться. Даже обстоятельства покушения оказываются демонстрацией шведской модели социализма. Глава правительства не пользовался услугами охраны и предпочитал ездить на общественном транспорте. Улов Пальме проповедовал то, что исповедовал. В Швеции национальный траур, трагическая смерть, может, самого безгрешного государственного лидера, изумляет мир. Минута молчания объявляется и на заседании 27-го съезда КПСС. «Москвич-2141» – это столичный ответ в обтекаемой форме Волжскому автозаводу. Догнав и перегнав ВАЗ, АЗЛК раньше выпускает пятидверный автомобиль типа «Хэтчбэк». Первые 50 машин собраны к 27-му съезду. Однако выясняется, что, отрапортовав о создании новой базовой модели, завод не готов к ее серийному выпуску. Генеральный директор получает строгий выговор. В своих ожиданиях обманываются и автолюбители. У «Москвича-2141» – слабый движок, хлипкий корпус и ненадежная коробка передач. Хотя стоит машина немало – 9600 рублей. В некоторых городах новые «Москвичи» отправляют в патрульную службу ГАИ и в таксопарки. Милиционерам приходится брать под козырек, а таксисты жалуются. Тесно и пассажирам, и чемоданам, и изнашиваются москвичи быстро. После 27-го съезда Горбачев, особенно рьяно, принимается лично убеждать население страны в серьезности перестройки. Отовсюду сигналы с мест. За пределами московской кольцевой автодороги перестройка пробуксовывает. В течение года Горбачев посещает по Волжье и Дальний Восток, родное Ставрополье и Кубань. И везде, даже под боком в Москве, в микрорайоне Крылатское, одно и то же. Народ перестройку поддерживает всей душой, а чиновники на местах не хотят работать по-новому. Каждый на своем месте должен делать добросовестно, честно. Вот и вся перестройка. А то все говорят, а что такое перестройка, что такое перестройка? Своё дело делать честно. Главное перестройка. Горбачев прилюдно ругает первых секретарей и директоров, предлагает больше проявлять инициативу снизу и обещает, если что, заступиться. В поездках Горбачева неизменно сопровождает, всё чаще включаясь в разговоры, жена и, чувствуется, главный советник Раиса Максимовна. А за границей у неё всегда отдельная и отдельно освещаемая программа пребывания. Понятие Раиса становится важнейшим феноменом советской жизни конца 80-х. Те, кого раздражает богатство гардероба первой леди и её менторский тон, называют Горбачёву Райкой, а её мужа-генсека – подкаблучником. «Какой вы класс? Третий! А? Это сколько же вам лет? Девять! Девять! И уже вы русский язык изучаете сколько? Два года? Три года! Три! Ну, прекрасно!» После появления юной поборницы мира, нашей Саманты Смит Кати Лычёвой, язвят, что страной крутят три бабы – Катя Лычёва, Алла Пугачёва и Рая Горбачёва. До появления Раисы Максимовны Горбачёвы жёны первых лиц в государстве являлись как будто бы только протокольной частью. Их предъявляли как партбилет или как официальный чёрный костюм. Впервые Раиса Максимовна появляется с мужем. Видно, что он любит её, что она даёт советы, он прислушивается к ним. И впервые он предъявляет жену как равноценную часть себя. Раиса Максимовна попыталась спроецировать поведение первой леди в государстве, учитывая международный опыт. Она одевается по-другому, она выглядит по-другому, она даёт интервью, она участвует в протокольной и непротокольной жизни государства, она вмешивается активно и она высказывает своё мнение. Мы оказались к этому не готовы. Это раздражало всех. И мужчин, ну может быть это и понятно почему, но почему-то раздражало и женщин. Я не берусь оценивать её вклад в социальную и общественную жизнь нашей страны. Это была первая политическая чета, представленная миру как полноценная семья. Это был первый политический деятель, который открыто любил свою жену, не стеснялся этого и представил её всему миру. Её позитивный опыт, безусловно, в том, что он во многом способствовал продвижению современных женщин в политику. Представить себе не мог, что такое возможно. Благодарю. 26 января 1986 года на мысе Канаверал во Флориде самая страшная катастрофа в истории мировой космонавтики. Через 73 секунды после старта корабль многоразового использования «Челленджер» взрывается на высоте 15 километров. На борту «Челленджера» 7 человек, в том числе 2 женщины. Джуди Тресник, вторая американка в космосе, и Криста Маколев, первый непрофессионал на орбитальном корабле. Эта школьная учительница выиграла у 11 тысяч своих коллег общенациональный конкурс за право быть зачисленной в экипаж. Она готовилась вести из космоса телеуроки. Старт «Челленджера» показывают в прямой телетрансляции, и трагедию видит весь мир. В безоблачном небе космический челнок в одно мгновение разлетается на мелкие осколки. Америка в трауре. В таком трагическом оцепенении страна не находилась со дня убийства Кеннеди в 1963 году. Переостановлена вся космическая программа, проверяются три оставшихся челнока. Государственная комиссия установит, на «Челленджере» взорвался один из двух твердотопливных ускорителей. Причина – ошибка конструкторов и решение о запуске при температуре воздуха минус 2 вместо нужных плюс 11. Независимое расследование отметит пагубную роль администрации президента и Конгресса США. Они торопили НАСА как можно скорее достичь показателя 24 полетов шаттлов в год. Начинается бум журнальной рубрики «Из литературного наследия». Массовый читатель обнаруживает, что он почти не знал русской литературы 20 века, а часть из того, что знал, принимал за литературу по незнанию. С защиты Лужина в журнале «Москва» в СССР начинает издаваться Набоков, мгновенно превращаясь в культового автора. Выходят «Собачье сердце» и «Роковые яйца» Булгакова. Публикации «Чевенгура» и «Котлована» наконец делают Платонова великим писателем. Окончательно реабилитированный Ходосевич, Мандельштам, Ахматова напечатан ее реквием. Издается «Доктор Живаго», теперь хоть его можно ругать, говоря «Я роман Пастернака читал». Похожие предисловия – пора вернуть писателя отечественной культуре. Но эти возвращения вышибают из издательских планов советских классиков. Петр Проскурин с высокой трибуны обвиняет редколлегии в некрофилии, патологической страсти к мертвецам. Про жизнь советских эмигрантов в Америке изредка упоминают. Горькая доля на чужбине. Побывавшие рассказывают про особый мир, про целые кварталы своих, про то, что в Нью-Йорке есть Яшкин-стрит, на ней все, что нужно нашим и все дешевле. Потепление отношений с Соединенными Штатами делает тему допустимой. В передаче «Камера смотрит в мир» с комментариями политобозревателя Генриха Боровика центральное телевидение представляет американский фильм «Русские здесь». Занятная публика поет в заокеанском кабаке, но нет такой Одессы, Одессы без евреев, Одессы нет без вот таких людей. Появляется строгий ведущий и напоминает «Одесса есть без вот таких людей». С Израилем по-прежнему вражда, и первым мы признаем Брайтон. Уроженцы Киева и Одессы, Кишинева и Ташкента вытеснили из Брайтона живших здесь прежде чернокожих американцев. Советские семьи, где есть работающая молодежь, через несколько лет после приезда обычно меняют место жительства. На Брайтоне остаются те, кому в остальной Америке адаптироваться трудно. Тут можно не учить английский, кругом свои. Свои адвокаты оформят жалобу по поводу пособия, свой Вилли Токарев споет про родину, мать, Америку, мачеху. Гимн приземистого Брайтона, пасующего перед громадой Америки «Небоскребы, небоскребы, а я маленький такой» понравится и в Советском Союзе. Изменой родине перестает считаться и сегодняшняя эмиграция. Третья волна – единственные эмигранты, сумевшие унести родину на подошвах ботинок, потому что они уносили с собою быт. Больше всего советского в мире сохранилось на Брайтон-Бич, где гнездятся те, кого называли антисоветчиками. В 1986 году очередные работы по благоустройству космического пространства. Беспилотно взлетает орбитальная станция третьего поколения «Мир». Первые космонавты прилетают на «Мир» через месяц после вывода станции на орбиту. Вскоре жильцы, сменяя друг друга, будут квартировать здесь постоянно. В сравнении с предыдущей станцией с «Алютом», новая космическая база огромная. Она может нести сразу шесть модулей, равных ей по объему. Космонавты впервые отдыхают не только от работы, но и друг от друга. На «Мире» есть персональные каюты. Обстановка аскетическая. Выдвижной стул и спальный мешок, расположенный вертикально вдоль стены. Последняя муха, грандосила. Из-за бойкота летних Олимпийских игр 80-го и 84-го годов, спортсмены СССР и США не встречаются друг с другом на крупнейших соревнованиях уже 10 лет. С Олимпиады в Монреале 76-го года. По инициативе и при финансировании медиамагната Теда Тернера в 86-м году в Советском Союзе проводятся «Игры доброй воли». Они задумываются как встреча команд двух сверхдержав, но потом на них решают пригласить и спортсменов из других стран. Игры приносят Тернеру миллионные убытки, но он говорит, что ради мира готов и на большее. В программе 18 олимпийских видов спорта плюс показательные выступления фигуристов. Мировые рекорды устанавливают прыгун Сергей Бубка, Ловец Владимир Сальников, велосипедистка Эрика Салумяя. Объявляется, что следующие игры доброй воли пройдут в 90-м году в Сиэтле. В 86-м году зав. отделом древнерусской литературы Пушкинского дома Дмитрий Сергеевич Лихачев становится героем социалистического труда. 80-летний академик встречается в концертной студии Останкина с телезрителями, и страна обретает идеал интеллигента. На многочисленных выступлениях на гуманитарные темы Лихачев тихим голосом и доступными словами критикует поворот рек, ассимиляцию малочисленных народов и школьное преподавание литературы. Лихачев на экране выглядит петербургским профессором, попавшим к нам из прошлого века. Только Лихачева в записке из зала могут спросить, в чем смысл жизни? Комбайн Дон 1500 – дитя гигантомании из завода Россельмаш. Он должен прийти на смену комбайнам Нива и Колос, работая в два раза быстрее и имея бункер в два раза больше. Дон 1500 – флагман битвы за урожай. Комбайнер в нем, как на капитанском мостике. Кабина с круговым обзором, кондиционер, электронные датчики. Для большинства хозяйств Дон слишком дорогой и слишком мощный. Комбайн-крейсер может прийти с завода недоукомплектованным. Он часто ломается, покупают его неохотно. На машинных дворах и так полно неисправной техники. К концу 80-х в СССР производится комбайнов больше, чем во всем остальном мире. Поскольку, как говорят фельхозпублицисты, они у нас почти одноразовые. 86-й год больших событий в советском и мировом футболе. Киевская «Динамо» вновь выигрывает кубок обладателей кубков. В финале повержен мадридский «Атлетика» 3-0. Киевляне составляют основу сборной Союза на чемпионате мира в Мексике. Старт советской сборной на чемпионате превосходит все ожидания. Мы граним Генграх 6-0. Но в одной восьмой финала проигрываем Бельгии 3-4. В дополнительное время, как считают, из-за судейских ошибок. Болельщикам есть за что переживать и при отсутствии своей команды. Аргентина выигрывает у Англии 2-1. Оба гола с промежутком в 4 минуты забивает герой чемпионата Марадона. Первый гол с помощью руки Божьей. А второй, пройдя через все поле и обыграв половину англичан. Романтический французский футбол впал перед немецкой машиной. ФРГ же проигрывает аргентинцам, которым просто нет равных. В ночь с 25 на 26 апреля 1986 года в 1 час 24 минуты на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС один за другим раздаются два глухих взрыва и столб раскаленных газов поднимается в небо на километр. К 5 часам утра пожар удастся погасить, но жуткое малиновое свечение будет стоять над станцией еще долго. Происходит крупнейшая в истории техногенная катастрофа. Пожар на реакторе сначала пытаются тушить водой. Решение с воздуха засыпать 4-й энергоблок песком и свинцом принимают лишь поздно вечером 26 апреля. Весь день ждали прибытия правительственной комиссии. Вызываются следующие после пожарных ликвидаторы, вертолетчики. А пожарных срочно отправляют в московские клиники. И сейчас здесь можно находиться только в специальной верхней одежде. В случае радиоактивного загрязнения ее дезактивируют. 26 апреля 1986 года радиационный фон в районе Чернобыльской станции превышает естественный в 87 тысяч раз. В течение еще 10 дней реактор дышит, то есть продолжает работать. А саркофаг над ним сомкнется только в декабре. Позже скажут, что Чернобыль был первым испытанием гласности и она его не выдержала. 27 апреля центральное телевидение сообщает о происшествии в Чернобыле. 29 апреля правда пишет о двоих погибших и некотором в делении радиационного фона. 50 тысяч жителей Припяти вывозятся по зданиям на сутки. Дважды отклоняются предложения Соединенных Штатов об оказании технической и медицинской помощи. Между тем радиоактивное облако покрывает территорию Финляндии, Швеции и Норвегии. Для спокойствия мирового общественного мнения эвакуацию населения из 30-ти километровой зоны поражения не начинают аж до 2 мая. Эвакуируемым жителям Припяти объясняют, лишних вещей с собой брать не нужно. Через три дня всех вернем обратно. В первую неделю о размерах опасности и способах защиты ничего не известно. Говорят, надо пить красное вино. 1 мая в Киеве праздничная демонстрация. Пионеры одеты по летнему, короткие рукавчики. На Крещатике радиационный фон в 80 раз превышает норму. После праздников начинается паника. Из Киева уезжают все, кто может, на чем угодно и в любом направлении. В третий город страны, столицу Советской Украины, где давным-давно нет свободной прописки, в 86-м году переехать по обмену можно запросто. В результате Чернобыльской аварии 28 погибших в первые три месяца, 125 тысяч человек умрут от радиации в течение 10 последующих лет. 135 тысяч переселят, а 3 миллиона человек так и останутся жить в зоне отчуждения. В мае 86-го года в Большом Кремлевском дворце грохочет пятый съезд кинематографистов СССР. Впервые в Кремле звучит оглушительная критика снизу и захлопывают выступающих. Старое правление уходит в отставку со скандалом. Большинство выступлений против цензуры, неэффективной организации и персон киногенералов. Особенно достается первому секретарю старого правления Льву Кулиджанову и главному советскому классику Сергею Бондарчуку. Правда, Никита Михалков называет поведение коллег мальчишеством, тут же получая в ответ, что-то рано ты повзрослел, Никита Сергеевич. Новый глава правления режиссер Элем Климов. Его картины были главным событием предыдущего года. Массово возвращаются фильмы с полки. Комиссар, одинокий голос человека, долгие проводы, интервенция, история о Секлячиной. Пятый съезд разделяет советский кинематограф на два лагеря и делает союз кинематографистов самым радикальным отрядом перестройки. Диалектика перестройки. В 1986 году одновременно обсуждается закон об индивидуальной трудовой деятельности и ведется борьба с нетрудовыми доходами. Самая скандальная история – борьба с частными теплицами. Вводятся ограничения на метраж, запрещается иметь обогреваемые теплицы, дело доходит до сноса бульдозерами. Временные строительные бригады, шабашники, теперь должны работать по официальным договорам с оплатой по государственным расценкам. Городских кустарей уличают в доходах, существенно превышающих затраты вложенного труда. Ужесточена ответственность за частно-предпринимательскую деятельность и коммерческое посредничество. За них теперь дают пять лет с конфискации имущества. Закон об индивидуальной трудовой деятельности, как говорят, снимет необоснованные ограничения, но не допустит частной собственности на средства производства. За год в стране звучит 150 новых песен, а, например, в Западной Европе – 25 тысяч. Осовременить и омолодить эстраду призван первый в стране регулярный фестиваль. При инициативе маэстро Раймонда Паулса телевидение организует и транслирует в прямом эфире конкурсные концерты из Юрмалы. Говорит и показывает Юрмала. Добрый вечер, дорогие друзья! Фестиваль в Юрмале реабилитирует слово «шлядер». Теперь это не ругательство, а просто запоминающаяся мелодия. Дирекции нет, фестиваль готовят на общественных началах, дебютантов отбирают на местных студиях. Каждый год фестиваль устанавливает планку среднего вкуса и проходимости в эфир центрального телевидения. Забыл, как по-русски, да? Ха-ха-ха! Да. Но лидеры двух великих держав согласились с необходимостью активизировать... 31 августа 1986 года из Новороссийского порта выходит только одно судно. Пассажирский лайнер «Адмирал Нахимов». Входит тоже только одно – сухогруз Петр Васев. Судоводители дважды сообщают друг другу свой курс по телефону. При абсолютном штиле и полной видимости корабли сталкиваются, и через 8 минут «Адмирал Нахимов» уходит на дно. На его борту 1234 человека, 423 из них погибает. Со времен «Титаника» мореплавание не знает такого числа человеческих жертв и такого стечения роковых обстоятельств. «Адмирала Нахимова», построенного в 1925 году, Черноморское пароходство отправило в рейс через два месяца после списания на металлолом. Конструкция судна не соответствовала стандартам непотопляемости, и вода мгновенно заливает все его отсеки. Корабли аварийно-спасательной службы прибывают на место трагедии 2 мили от берега. Только через 4 часа. 65 тел погибших достать не удастся. Во время подводной экспедиции к Нахимову гибнут два водолаза. Десятки тонн вылившегося мазута загрязняют всю Цемесскую бухту. После трехлетней давности страшной катастрофы на Волге и теперь новой на Черном море, водный транспорт выглядит таким же опасным, как и воздушный. Бедственное положение отечественной культуры, храмов, памятников, концертных залов, клубов признается официально. Для сохранения и приумножения культурного достояния создается Советский фонд культуры. Председатель правления, академик Дмитрий Лихачев, один из членов правления, супруга генсека Раиса Горбачева. Появляется конкурент у единственного прежде фонда мира. Теперь можно перечислять деньги для внутреннего употребления. Возвращается слово благотворительность, но главные взносы от государства. Оно дает фонду культуры особняк в центре Москвы, машины, помогает в связях с зарубежными организациями. Фонд занят возвращением вывезенных культурных ценностей, издает запрещенную прежде литературу и шикарный журнал «Наше наследие». проводит первую советскую моментальную лотерею. В областных центрах открываются отделения фонда. Участие Раисы, контакты с эмигрантами, модное понятие «духовное возрождение» делают фонд культуры самой престижной общественной организацией страны. В 1986 году Америка делает первую заявку на то, чтобы остаться единственной сверхдержавой, сфера интересов которой весь земной шар. 33 американских бомбардировщика наносят удары по ливийским городам Триполи и Бенгази, поскольку Рейган обвинил лидера ливийской революции Муаммара Каддафи в пособничестве мировому терроризму. Советский Союз реагирует не слишком жестко. Непосредственный повод для атаки – взрыв в западногерманском клубе, который любят посещать американские солдаты. Там один американец погиб и несколько раненых. После заявления «Мы не сомневаемся, что за спиной террористов стоит Ливия», поднимаются самолеты с натовских баз в Англии и с авианосцев 6-го флота США в Средиземном море. Бомбовые удары нацелены на резиденцию Каддафи, аэропорт, морской порт. Американцы утверждают, что атакуют лишь военные объекты. Рейган после операции говорит «Мы сделали то, что должны были сделать. Если понадобится, мы сделаем это вновь». Часть бомб попала в жилые кварталы, разбомблена даже больница. По некоторым сообщениям погиб один из приемных детей Каддафи. Сам лидер ливийской революции, разумеется, не пострадал. Хотя советская пресса и называет акцию «неприкрытой агрессией», на наших отношениях с США это никак не отражается. За воздушными ударами по Ливии стояло несколько американских интересов. Во-первых, Вашингтон хотел доказать серьезность своей борьбы с международным терроризмом. Подразумевалось, что за странами, поддерживающими международный терроризм, стояла Москва. То есть косвенно это был удар и по Советскому Союзу, средство давления на него. Во-вторых, американцы хотели доказать, что их гигантские вложения в новые технологии не напрасны. А именно новейшими ракетами и был нанесен этот удар. В значительной степени эти удары прошли мимо цели. Часть ракет промахнулась. К тому же союзники в большинстве своем не поддержали американских действий, а некоторые из них просто запретили пролет американских самолетов над своей территорией. Но Советский же Союз становился уже не врагом, а другом. Так что и здесь ракеты прошли мимо цели. В декабре 1986 года отправляют в отставку первого секретаря ЦК Компартии Казахстана с четвертьвековым стажем Дин Мухаммеда Кунаева. Ему на смену приходит Геннадий Колбин, бывший первый секретарь Ульяновского обкома. В Алма-Ате начинаются беспорядки. Первые за многие годы незамалчиваемые волнения на национальной почве. ТАСС сообщает про демонстрации учащейся молодежи подстрекаемой националистическими элементами, про неодобрение решений пленума, про поджоги магазинов. Два дня в Алма-Ате студенты кричат, во главе Казахстана должен быть казах. Их разгоняют водометами. События назовут нездоровыми проявлениями. Строго наказывать никого не будут, решив провести разъяснительную работу в вузах. Педаль «Золотая звезда» вручил Тодору Живкову Леонид Ильич Брежнев. С телеэкранов звучит под забытое слово «комиссар». Центральное телевидение представляет итальянский сериал «Спрут» режиссера Дамиана Дамиани. Исполнитель роли комиссара катания Микеле Плачеда получает награду Госстелерадио как актер года. Леонора Печи Шалоя, комиссар Маринео. Они перегрызлись между собой как скорпионы в банке. Нет, их обоих убил ты в доме Мартизы. Я сделан из другого теста. Одиночка катания не похож ни на западного супермена, ни на родных знатоков. Непоследовательный, порой слабый, по-итальянски импульсивный, что непрофессионально. Имеет любовницу и в конце проигрывает. Мафия на исторической родине, в Сицилии. Впервые на нашем экране организованная преступность, поддерживаемая коррумпированными чиновниками. Мафия и современна, и бессмертна, но пока загранична. Про то, чтобы каждой семье дать отдельную квартиру, впервые говорят на 22-м съезде партии в 61-м году. Задачу собираются выполнить одновременно с построением коммунизма к 80-му году. В 86-м назначают новый срок. Принимается программа «Каждой семье к 2000-му году отдельную квартиру или дом». К 86-му году 15% горожан живут в коммунальных квартирах. 30% всего населения в стесненных условиях. На одного человека приходится менее 9 квадратных метров. В очередях на квартиру стоит 27 миллионов семей. Обеспечить нуждающихся квартирами собираются по формуле N-1. На троих двухкомнатную, на четверых трехкомнатную и так далее. В следующем году под лозунгом «Жилье 2000» строители перевыполнят план на 2%. Это будет единственным всплеском роста бесплатных новоселий. Свершается немыслимое. Академика Сахарова возвращают из Горьковской ссылки. Ходят слухи, что главному советскому диссиденту об освобождении сообщает сам Горбачев, позвонив по телефону. Приехав в Москву, Сахаров подтверждает, да, ему позвонил Горбачев, сказал, в Горьком вас больше удерживать не будут. И он, Сахаров, предупредил генсека, что, вернувшись в столицу, продолжит свою общественную деятельность. И вроде как Горбачев отнесся с пониманием и даже высказался поощрительно, мол, я другого и не жду. Ошеломляющую весть передают западные радиостанции. Советские журналисты, если Сахарова и скричали, то советские редакторы публиковать их отчеты не решили. Всем счастья, всем свободы. По всему СССР разносятся песни западногерманского дуэта «Модерн Токинг». Современный разговор ведут два сладких молодца. Светленький Дитер Болен и темненький Томас Андерс. Дуэту всего год, но Союз полон болгарскими пластинками «Модерн Токинг» и их кассетными копиями. На главный хит «Ты мое сердце, ты моя душа», «You my heart, you my soul» наша эстрада отвечает перепевом «Ты мой хлеб, моя соль». Переделки с русским текстом популярны почти как оригиналы. «Модерн Токинг» — родоначальник магистрального направления позднесоветской, раннероссийской попцы. Клавишные танцевальные мелодии с повторами и приторные голоса с придыханиями. Это был год 86-й в проекте «Намедни 1961-91. Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни». Следующая серия — 87-й год. «Доктор Хайдер», «Общество память», «Хлопковое дело», «Изгнание Ельцина из Политбюро», «Телемосты», «Приземлился Руст», «Любера», «Фильм покаяния», «Машина Ака», «Нобелевская премия Бродскому». До следующей серии и следующего года. Счастливо! 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 Субтитры создавал DimaTorzok